друзья привет как так нам обратился клиент который хотел привести себя из японии отличный беспробежный универсал денег у него было 1900 рублей первую очередь мы искали королу филдер это был 140 кузов привет последнее поколение мы искали honda shuttle рассматривали варианты то что нам нравилось выходило дороже то что нам не нравилось уходило дешевле зачем нужно когда она не нравится нам и в итоге по совету друзей мы приобрели автомашину москвич новую модель встречать так вот друзья на самом деле никакой это не москвич если вы еще не поняли если кто не знает как выглядит москвич мы можем картинку добавить такие как в крутых обзорах вот вот москвич а это не москвич никакой а наоборот это друзья volkswagen golf мало того что гольф это еще volkswagen golf вариант означает что автомобиль у нас универсальный и на мое удивление как бы я не был там ну не знаю не могу сказать что я противник левого руля или недолюблю volkswagen но вот эта машина меня удивила поэтому сегодня будет честный обзор от меня и вы оцените на каком уровне профессионализма с моей стороны это будет потому что вот знакомство моё с volkswagen вообще шикарная история я ездил на полу все ощущение отвратительное еще как-то в такси работал на реношке но тоже почему-то пока сегодня в эту машину не сел даже и не вспоминал эту грустную историю моей жизни так вот друзья давайте разбираться посмотрим что это за тачка с чем ее можно сравнить из японских и вообще стоит ли ее рассматривать с правым рулем погнали давайте начнем по порядку спокойненько как обычно что видим то и показываем то и рассказываем в первую очередь конечно же внешне как всегда и вот пола мне не нравится джета ну такое себе у нас в владивостоке уверен сейчас очень много ребят на западе будет смотреть таких машин ну не то чтобы нету но есть и на пола в основном гоняют либо коммерческие какие-то организации до которые в дилерских центрах по каким-то там супер программ выгодным покупать эти машины либо таксисты вот в такси на пола есть сообщение возможно хотя это считается комфорт класс ну не знаю в 20 приус садишься и просто вальяжничаешь внешне тачка красивая объективно как бы мое сердечко к японцам не склонялась но выглядит классно даже вот этот огромный значок с двумя буквами в и w никого не смущает стильный дизайн круглые формы стандартные практически как и у японского универсала ничего лишнего все четко все строго очень мне понравились фары с вот этими вот хромированными ресничками на линзе которая прям хоть и максимально замыленной круглой морде но придают агрессии классно классно по боку я вот уверен если сбоку вот эту машину сфотографировать и отправить друзьям сказать угадайте что за тачка в владивостоке имеется ввиду они все скажут хрен за филдер вроде задний стопарь сбоку смотрится как у а дэшки поэтому тоже плохо не сказать чтоб какое-то что-то выдающиеся нет строгие линии все четко очень порадовали рейлинги на крыше не в том плане что я им прям воспользовался но если бы хотел если бы у меня такая машина была я бы сто процентов туда уже чем присобачил вот этот гробик или для сноуборда крепежки в зимнее время суток это очень классная что мне еще понравилось понравилось вот эта вот штука когда взяли лючок бензобака и немножко сделали вот так вот дизайнерское решение добавляющая динамики или чего добавляешься открывается лягушкой но тоже своего рода фишка и блин ну мне прям нравится не знаю почему такой простой момент но прям вкатывает смотрю на заднюю часть и не могу понять на что она похожа и с чем ее сравнить чуть присядешь да и представишь что эта машина побольше но прям смахивает на taurega хотя блин я на taurega вообще не засматривался ни разу жизни своими словами скажу что выглядит симпатично симпатично что-то может быть напоминающая все таки филдер с филдером и шаттлом эта машина у меня сегодня будет ассоциируется со всеми японскими универсалами потому что ну очень много общего даже не говорим про то что руль с правой стороны нас положено а даже я посажу такой провод на от это море друзья по клиренсу вопрос мне 140 миллиметров это 14 сантиметров все правильно посчитался нормально нормально хватает передний бампер немножко длинноватый поэтому с вес большой и можно немножко шкрябнуться так что ездить осторожно что хотел похвалить за что я вообще люблю европейцев так это вот за вот этот вот материал который выполнена шумоизоляция грубо говоря все арки все днище закрыта на вот таким вот закрыта на вот таким вот войлоком и такая же короче технологии как мерседесах или как во взрослых фальсвагенах да классно сделано как раз таки для того чтобы в салоне было комфортнее насколько комфортно ехать и какова вообще шумоизоляция какова красота мы оцениваем чуть попозже друзья за что я не люблю европейцев за то что у них колеса до сих пор к ступицы крепится болтами я не уверен что это болты потому что здесь стоит крышка пластиковая не будем сейчас открывать колеса разбираться но если это болты и это чё за дела только на ладах и на мерседесах осталась такая ерунда все остальные нормальные машины крепятся гайками это же удобно то какие-то отдельные комплекты направляющих чтобы вот это все дело перебортировать это хорошо у нас колесико маленькое 17 всего лишь а если это 22 колесо на джельки на какой-нибудь вы бы видели вот это вот одной коленкой засунул другой ногой держишь 3 пытаешься болт сунуть хрень разберемся с технической частью почему-то кстати говоря опять это не стереотиповый никакой внутренний но вот по ощущениям запах одинаковый когда открываешь капот пахнет вот как от дедушкины жигулей также и от вот этой то есть не знаю как передать это они это неплохо это просто вот такой же запах то ли греется вот эта штука то ли еще какая-то теплоизоляция но вот прям запах одинаково жигулевский от этой машины которая пришла с японии поэтому я в априори про него плохо не должен рассказать и это неплохо просто жигулевский запах вот такая вот тоже не навязчивая у нас состоит шумоизоляция ой теплоизоляция скорее всего да что под коллектора у вас под приборку не шло тепло cjz называется двигатель объем 1 и 4 литра выдает 140 лошадиных сил это четырехцилиндровый турбовый бензиновый двигатель и на японском рынке вы можете встретить только бензиновые вот такие вот варианты в японии вы можете приобрести только бензиновой версии потому что в европе есть еще и дизельки есть достаточно мощные дизельки есть 16 есть двухлитровый дизель в японии вы можете встретить либо 1 и 2 литра либо 1 и 4 литра как у нас сейчас вот эти двигателя турбовые и есть еще двухлитровый двигатель на 280 лошадиных сил он идет кстати говоря на полном приводе все остальные также как и это передние приводные работают они в паре лишь с роботизированной коробкой много дискуссий идет по поводу ваговской коробки которая называется dsg это 7 ступенчатая роботизированная коробка передач что я скажу по моим ощущениям ну непонятно непонятно ведет себя иначе чем хондовская по моему хуже но поначалу казалось потом немножко вот привык и мы сейчас прокатимся в общем поймете вот по остальному технической части у меня претензий вопрос никаких не осталось насколько надежный этот мотор вы уж сами пишите пожалуйста в комментариях потому что я лишь что вижу то и говорю но по динамике все 150 лошадей ощущается плюс еще и робот к этому делу подает по динамике я бы сравнил с джейд рс это есть версия также полутора литровая турбовая тоже близко техничка близкий по кузову и тоже достаточно дубасит но вот джейд рс он идет у нас на вариаторе а здесь еще и робот щелкает так что плюс вот эта штука постоянно хочется убрать ее потому что типа кочерга уходи а это не кочерга никакое это вот такой вот мощный газоупор классно классно 11 но вот такой вот кстати говоря о багажнике исходя из моего опыта общения с фольксвагенами и с реношками я потратил полчаса примерно чтобы разобраться как открывается багажник я пошел в салоне переискал все штуки потому что вот здесь вот я полазил ага думаю в их строили там же сбоку такие три точки нарисованы полазил нету здесь нету думаю может быть неужели под рамку просто рам как от японской машины она же пришла с правой стороны с правым рулем точнее короче говоря нифига не нашел пока случайно не додумался нажать на вот эту вот штуковину это ж надо сейчас будет писать конечно тупой все же знают что volkswagen открывается вот так не все как выяснилось ничего выдающегося особенно нету и складывающимися спинками сидений раскладывающимся в ровный пол в универсалах конечно никого не удивить вот это вот панель которая в отличие от всех японских она реально толстая то есть это прям фанера не знаю что там на пластик это этот стекловолокно но очень толстая и сюда реально можно положить жирную свинью какую-нибудь или там 7 кос семерых козлят получается короче они у вас при всем желании не продают а для козлят еще его такой корыца вот помимо этого у вас еще и дофигища места под ней да под фальш-панелью в которую помещается у вас запасное колесо не комплект никакой да это вам не японские штучки volkswagen то знает что не только по шикарным японским хайве машина будет ездить а еще и в россию наверняка завернет так что удивительно что не три запаски они сюда засунули вот но тем не менее место здесь предостаточно и это очень классно короче сидушка раскладывается в ровный пол все это можно практически сложить можно ночевать матрас надувается полторашечка сюда влезет и спите на здоровье что хочу сказать про задний ряд переднее сиденье отодвинуто под мой комфортный рост 180 сантиметров грубо говоря до 178 у меня и сзади ну вмещаюсь не могу сказать что мне очень комфортно и могу ногу на ногу закинуть да как в suzuki xb но сидеть вполне нормально я думаю что примерно так же как и в филдере в шаттле место чуть побольше но опять же вспоминаем что многие из вас коротышки могут отодвинуться чуть вперед и длинномеров посадить назад более по кайфовому вот что мне понравилось здесь мне кстати не очень нравится вот эта отделка салона потому что но такая брезентухой попахивает немножко но зато очень практично легко чистится в одессе тоже у вас идет такое что-то поближе к велюру а вот это вот боковая обивка ну такая холодность это некомфортно без души также как и вот эта вот штука да она вроде выглядит как передняя часть сейчас мы посмотрим ее то есть у как мягкий вот этот поролон а по факту это пластик который очень жесткий и по-моему такой же как и в пола а вот эти вот дверные карты которые тканевые я могу предположить что как и в кашкаях они у вас начнут отклеиваться через какое-то время и болтаться вот так вот на ветру послана но это я так думаю может и нет да а вот в кашкаях так отклеивается точно такой же и выглядит так же я приклеил есть кстати классный спрей для тех у кого есть подобные проблемы спрей клей и все обратно прилепили держится вот так это опять же один из вопросов почему нельзя покупать машину с пробегом по россии что я хотел сказать пока болтал тут про кашкаи нашел вот такую вот шикарную ванну в которой валялись два вот таких кружочка эти кружочки можно собрать вовнутрь и получается подстаканники не сильно понятно почему и зачем их регулировать по размеру они же все универсальные но если вы любите пить из нестандартных бутылочек пожалуйста регулируйте себе сами как хотите можно даже вот так сделать развлекайтесь короче получать вот такой столик можно писать письма на нем и проход в багажник освобождается вот эта штука непонятная если бы мы сидели с вами в хэтчбеке хотя бы или в седане пожалуйста понятно зачем открыть проход багажник но если вдруг вы не можете по какой-то причине сделать вот так то всегда вы можете сделать вот так кстати говоря есть друзья обогрев с возможностью его закрыть или открыть это сопло для обдува задних пассажиров вот эта опция так нифига не в каждом филдере есть такое я скажу далеко не в каждом филдере такое есть хочу обратить еще внимание на вот эту штуку про бархаченую как мне сказали там бархат это покрыта бархатом в общем резинка сверху вот такая вот вафленая войлочная войлочная друзья это что это дополнительная шумоизоляция европейцы это вам не японцы сейчас прокатимся и поймете к чему это привело и и привело ли вообще карбон вот это заказ просто нарисовали какую-то змейную шкуру на на них типа мы делаем стильный зал мы фольксваген нас карбон это не карбон ребята откройте чайзер сотый или марк посмотрите что такое карбон что хочется сказать во первых мы сидим фольксвагене и сидим вправо при этом сидим за рулем по ощущениям вот так вот да если прям забыть про бренды сидеть нормально да вот эту штуку я уже описал на заднем сиденье что она ну на ощупь неприятно выглядит нормально и вроде как практично белая прострочечка он смотри по заморочились классная боковая поддержка кстати говоря у сидушек ладно что которые регулируются кстати регулировки сидений это вообще отдельный квест в этой машине в первую очередь я сел думаю надо же удобно сесть давай двигаться вперед ага ага искал ну вот в этом примере покажу он такой нашел тяну ага а это оказывается бардачок как в бухловозе который можно положить полтора килограмма я очень этому рад но как найти сидушку как найти ручку которая двигается сидушка это вообще оказывается вот такая чека надо просто выдернуть щуп выдернуть щуп чтобы понять как двигается это сидение вот таким образом на вот этом автомобиле регулируется угол спинки либо это у нас такая жирная комплектация либо это та регулировка которой мы заслужили вот и пошли вы все сами знаете куда потому что мы никакой не филдер и даже не джейд и уж тем более не шаттл зато регулировку пожалуйста спинки вот она вот она вам пожалуйста в принципе все так же как у японцев ничего прям супер такого из ряда вон выходящего на первый взгляд нет у нас классный руль приятный на ощупь вот этой вот скошенной нижней частью да как у и power классно по удобству пятерочка вопросов нету мне не очень нравится отделка вот этой торпеды хотя она приятная на ощупь она очень мягкая но она выглядит как идеально зашлифованный пенопласт вот по текстуре по вот это и по ощущениям ну не знаю может это мое сугубо предпочтение это лучше чем вот такой деревянный пластик который в фальсваген пола это прям вообще машина мечты моей даже реношка который ножка логан было непростая ножка вот превосходит его короче говоря спасибо что не так пускай будет хотя бы вот так но ощущение почему то что это что-то дешевое спинопласта хотя если смотреть правде в глаза гольф это же как ну типа как королла наверно в японии поэтому не самый премиальный сегмент так что сильно строго судить не будем мне нравится как оформленные дверные карты расположение кнопочек стильненькие ручки в одессе вот у нас управление запиранием центрального замка и здесь же у нас управление зеркалами подогрев естественно как японцы любят о японцы европейцы подогрев всего в этом автомобиле присутствует и вот такие вот стильненькие смотрится спортивным что гольф это что это же спорт это вообще хэтчбек в оригинале вот что еще мне не понравилось где мой ключ любимый запускаем поскольку мы находимся в леворульном автомобиле с правым рулем додумывайте как это должно звучать я не знаю по идее у нас должны быть справа поворотники потому что руль правый слева дворники да мы справа сидим но почему-то справа у нас дворники которые работают абсолютно наоборот вверх они включаются вниз выключаются вперед включаются задние дворники назад включается передние а с левой стороны у нас почему-то управление поворотниками в середине машины. И это нормально? Это, знаете, что значит? Это значит, что японцы думают, а не будем ли мы выпускать для себя Volkswagen? Возьмем-ка мы вот так вот рулевую колонку, целиком выдернем ее и вот туда перенесем. Точнее, оттуда сюда. Вместе со всеми кнопочками, клавишами, даже, смотрите, управление магнитофоном, увеличение громкости у вас находится с левой стороны, то есть дальше от водителя удобно для пассажира. Сильно переделками не заморачивались. Поэтому те, кто ценит в ВАГах, ВАГ, все, кто ценит в Volkswagen, пожалуйста, вот он, здесь практически ничего не менялось. Даже руль, хоть он находится с правой стороны, он остается левым, друзья. Так что, так что что? Так что вот, пожалуйста, держите, закажите. Друзья, по всему остальному здесь старый добрый японец. Система безопасности, контроль полосы, предотвращение столкновений, все это есть как у нас, так и у них. У нас есть по кругу сонары, как у всех европейцев. Камеры кругового обзора, они очень, они жалуют, но тем не менее, штука классно и работает. Ну и камеры заднего хода, конечно, есть тоже очень изящно разместившиеся в эмблеме Volkswagen в крышке багажника. Первое, что я хочу сделать, это закрыть окно. Во-первых, сколько мы шумоизоляции здесь увидели. Вот этот войлок на арках, вот эти вот пробархаченые, или как это правильно назвать, дверные проемы, шумоизоляции нифига не хватает. В Короле, я вас уверяю, тише. В Короле тише вот со всей вашей хваленой европейской вот этой вот шелухой тканью под днищем кузова, нифига она не помогает. Либо, опять же, нам только не повезло, потому что, повторюсь, мой опыт с Volkswagen вот такой. В Mercedes, да, чувствуется, но это и класс другой. По ходовке хочу сказать, что не хватает мне комфорта тоже от этой машины, потому что очень жесткая. Очень жесткая по колдобинам, по внедорожью, но если вы живете в России, то вы по ним только и будете ездить. Вот. Жестковато тоже у Королы и даже у Шаттла, который самым жестким считается, будет все это дело помягче просходить. Но зато я очень доволен управляемостью этого автомобиля и очень доволен его динамикой. Потому что, ну вот реально, у нас на 260 километров в час приборочка, и мне кажется, ну 240 она точно пойдет. 1,4 литра на 150 лошадей всего лишь. Так что, за динамику плюс, минус за шумку и ходовку. И вот по поводу робота, опять же, я не буду сильно разглагольствовать, потому что очень многого не знаю про эту коробку, но вот в городе, в пробках, при езде типа старт, стоп, трогание остановки, реально к вот этой фигне надо привыкать, потому что она даже не как хондовский робот себя ведет, что-то вообще выбражает на свое. По трассе нет вопросов. Хотите, врубили спорт режим, и на лепестках погнали понижать, включать передачи, и очень сразу отживчивость машины увеличивать. Ну и как вам вариант, друзья? Блин, классно, да, вариант? Прикольно придумали, назвать универсал вариантом. Вот эта машина, на удивление для самого меня, мне понравилась. Мне понравилась, и я считаю, что это реально классный аналог для филдера, для шаттла, для фит-шаттла, или даже для хонды джейд, хотя, ну, если не брать его в размер шесть вот этих мест посадочных джейдовских, не важно. Классный вариант, стильный, красивый, модный универсал, со всеми опциями, проигрывает он по шумоизоляции, проигрывает по подвеске, по качеству материала, ну так, на троечку, с филдером в средней комплектации, да, может посоперничать. Не получите вы никаких гибридных технологий, конечно, экономии, но по топливу здесь тоже спорный момент. Кстати говоря, кто ездит на подобных автомобилях с такими двигателями, напишите, сколько реальный расход у этой машины, потому что информация везде разнится. Официальным каталогом, конечно, мы верить, находясь в России, не будем. Вот, так что, друзья, имейте в виду, что в Японии есть еще и вот такие ребята. Помимо фольксвагенов с правым рулем в Японии можно приобрести и BMW, и Mercedes, и Volvo мы привозили, и все, что угодно. Кстати говоря, есть еще чуть более старший товарищ, Passat-вариант у этого автомобиля. Тоже прикольный вариант. Цена. Вот этот автомобиль обошелся всего лишь 900 тысяч рублей. В Владивостоке, это 2014 год, 1,4 литра, передний привод, 140 лошадей и чуть более 100 тысяч пробега, 111, если не ошибаюсь. Класс, для машины такого состояния подарок. Сейчас филдер, если брать филдер 2014 года, это 160, но мы не уложимся в этот бюджет. Вот это классно. Вот это классно. И поэтому, если все вместе объединить, то вот такого автомобиля за такие деньги взять этот подарок. Так что, друзья, не стесняйтесь, спешите, звоните в нашу компанию, наши менеджеры с удовольствием вас проконсультируют и подберут автомобиль, который подойдет вашему сердечку больше всего. Подписывайтесь на наш канал, если еще не подписаны, ставьте лайки и до новых встреч. ПОДПИШИСЬ! Компания «Сфера Кар» предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания «Сфера Кар» Ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.